Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о такой интересной вещи, как защита. В данном случае защита колена, а именно встраиваемые интегрируемые коленники в различные боевые штаны. В данном случае у нас образцы от компании Patagonia и встраиваемые наколенники в их штаны Patagonia Level 9 Combat Pants, которые используют подразделения спецназа армии США и 75-й полк рейнджеров. Три различных поколения. Деление между первым и вторым довольно-таки условно. Разница у них сейчас я покажу в чем. Вес 61 грамм одного, 51 грамм, 117 грамм. То есть третье поколение почти в два раза тяжелее, чем первое. Итак, какая разница между первым и вторым поколением? Я как сказал, деление между ними условно и разница заключается лишь в металлической фурнитуре. То есть здесь у нас обычные металлические кнопки, которые используются в кожгалантерии, бижутерии и так далее и тому подобное. Они плотные, они металлические, они очень жесткие бывают. То есть иногда, чтобы защелкнуть ее, необходимо приложить усилие, а именно с помощью пассатижа или еще, или просто тупо по ним ударить. Как мы видим, внешняя часть наколенника чуть-чуть отступает от внутренней части, тем самым создавая, скажем так, небольшой зазор, за который при ношении легко зацепиться там и вырвать внешнюю защитную часть вместе с металлическим креплением. Оно, скорее всего, вырвется, нежели отстегнется. Ну, вы видели, как я использовал сейчас пассатиж для того, чтобы, грубо говоря, застегнуть ее. Вот. В втором поколении решили немножко эту вещь убавить. А именно, заменили металлическую фурнитуру на более плоскую, пластиковую фурнитуру. То есть, как бы, закрывается она без каких-либо проблем. Вот. То есть, левой, правой рукой никаких усилий не надо. Ну, соответственно, точно таким же образом она и расстегивается. В данном случае наколенник очень часто именно вот эту вот часть теряли. То есть, ну, вы видите, уже, грубо говоря, происходят различные с ним неприятности. Зато прилегания стало гораздо больше, лучше, плотнее. И, то есть, уже, в вероятности, потерять уже поменьше, скажем так, стало. Вот. И еще какой-нибудь важный момент. Первое поколение, оно довольно ощутимо бренчало при ходьбе. И тем самым заставляло, скажем так, неудовольствие человеку, насевшему это. Вот, послушайте. Второе поколение от этого избавлено. Ну, и, как я еще раз сказал до этого, деления эти все условны. Третье поколение у нас стало чуть-чуть получше. А именно, а именно, сейчас я открою его. Изменилась фурнитура, изменилось крепление. Ну, пойдем по порядку. Откуда я его? А, нет, не открыл. Нет, не открыл. Вот, наконец-таки справился. Итак, внутренняя часть у нас есть вентиляционный канал для того, чтобы воздух проходил сквозь них и забирал, так сказать, влагу от вспотевшего вашего колена. Оно чуть-чуть плотнее. То есть, сам материал плотнее. Надпись «Патагония» сместилась с фронтальной стороны в тыльную часть. Название, собственно, серии этих наколенников. И крепление. Крепления уже здесь встроены довольно-таки надежно, серьезно. Внешняя часть, в мягкой вставке, она стала такой рифленой. То есть, соответственно, позволяет меньше скользить самой штанине, на которой она крепится. В отличие от той же самой первой вот здесь вот части. Здесь, как мы видим, мягко, гладко. Здесь гладко, штанина сама гладкая. И все это позволяет таким вот образом люфтить. Здесь же все плотнее. И внутренняя часть защитного колена тоже такая сделана матовым, ворсистой. То есть, запечатывается часть тканевая штанины. И уже люфта происходит гораздо меньше. Внешняя часть тоже претерпела изменения. Название «Патагония» сместилось внутрь. Внешняя часть стала деление четко выраженное. То есть, на две, мы видим, половинки. Позволяет легче, скажем так, сгибать. Форма, здесь мы видим, более анатомическая. Она стала более круглой чашечкой, нежели вот в данном случае. Здесь более плоская, соответственно. И основной момент – это вот как раз крепление. Мы видим, здесь мы вставляем вот эти вот сухари. Как их там правильно называют, если честно, не знаю. Может мне кто-то подскажет. И проворачиваем, подпружинивая, скажем так, до упора. Вот, где-то чуть-чуть полегче, где-то чуть тяжелее. Но закрываются они, я вам скажу честно, довольно плотно. И сами уже никаким образом не откроются. То есть, ну, не знаю, что надо сделать, чтобы вот это крепление само открылось. То есть, вы видите, здесь я руками смог застегнуть. Приложил определенные усилия. В первом поколении пришлось взять пассатижи. Ну, как мы видим, крепление очень надежное. Крепление очень колдовое. Вырвать его практически невозможно. Прилегает все довольно плотно. Здесь нет щели. Здесь тоже, соответственно. Мобильность она уже не ограничивает. И в целом гораздо приятнее и удобнее, нежели первые два поколения. Давайте посмотрим, как это все сидит на штанине. Соответственно, здесь мы видим... Я уже убрал, наверное, да? Здесь мы видим третье поколение и второе поколение. Вот о чем я, собственно, говорил. Здесь вот ткань такая гладкая. Здесь гладкая и здесь гладкая. Соответственно, вот в этой части двигается вот эта вот кордура. Она может попасть в кнопку и, скажем так, помочь ей самопроизвольно расстегнуться. То есть, такие прецеденты бывали. И, соответственно, улетает у нас внешняя часть колена в свое собственное путешествие. То есть, установить-то, конечно, довольно просто. Но точно таким же образом можно ее довольно-таки просто и потерять. В третьем поколении все это уже исключено. Внутри штанины, соответственно, наколенник не входит. Он жестко зафиксирован без каких-либо обвиняков. В то время как здесь он потихонечку, полегонечку позволяет люфтить. Вот такие вот работы над ошибками проделала компания Патагония для своих наколенников. В общем, спасибо.